Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте! Сегодня отмечается Всемирный день без табака. Расскажите, кто выступает инициатором проведения дня отказа от пагубной привычки? Ну, инициатором у нас выступает Всемирная организация здравоохранения. То есть по всему миру они отвечают за такую вот тему актуальную. То есть вот Всемирный день без табака проводится уже в 27-й раз. Да. Ежегодно он посвящен какой-то теме. На сегодня это какая тема? На сегодняшний день это тема простая упаковка табачных изделий. То есть чтобы табачная упаковка не привлекала внимания, чтобы людям как можно меньше хотелось покупать табачные изделия. Кроме этого, наверняка ведь есть еще какая-то просветительская работа. Расскажите об этом. Ну, я могу рассказать, вот как в рамках организации Роспотребнадзора это происходит. Есть закон об охране здоровья граждан от табачного дыма. И в рамках этого закона мы выступаем как контрольный орган за соблюдением данного закона. Роспотребнадзор контролирует запрет курения в общественных местах, чтобы это не нарушалось. Также размещение знаков курения запрещено на предприятиях, где-то в общественных местах также. Ограничение торговли табачных изделий. Контроль за ценой, минимальной ценой и максимальной ценой табачных изделий. То есть мы как бы больше такой контрольный орган, и я надеюсь, что это помогает. Юлия, а вообще в стране, в мире много курящих людей? Ну вот исследования, которые проводились, да, наверное, достаточно много, 650 миллионов человек курящих на сегодняшний момент. Это в мире? Да, в этом году. А что можно сказать о возрасте курильщиков и гендерной принадлежности? Возраст курильщиков, ну это, как бы, вот опять же, да, согласно исследованию, это где-то от 25 лет возраст. Ну, естественно, они старше. По гендерной принадлежности, естественно, мужчин больше, чем женщин, примерно процентов на 10. То есть как бы так вот. Юлия, а можно более подробно остановиться на последствиях этой пагубной привычки? Последствия, конечно, страшные, потому что в 70% случаев это рак легких, чуть меньше процент это заболевания дыхательных путей и сердечно-сосудистые заболевания. Также курение вот в совокупности с алкоголем и иными какими-то веществами тоже дает достаточно такой, как бы, эффект. Это примерно 75% смертей происходит. Также женщины, да, курящие, матери, это тоже так плохо все сказывается. Сказывается на ребенке, допустим, да, если беременная мама курит, то полтора процента случаев ребенок рождается с пороком сердца. Так же, как и если курит отец в семье. Ну, то есть, как бы, и сказывается это не только на детях, но и на взрослых. От себя хочется сказать, чтобы курили как можно меньше, потому что я считаю, что это достаточно вредная привычка, от которой сложно отказаться. И хотелось бы, чтобы в нашей стране было как можно больше здоровых людей. Благодарю вас за беседу. Спасибо. Спасибо.